Всем добрый день! С вами Михаил Томойкин. Я сначала по традиции выпью за ваше здоровье. Потому что у нас сегодня речь будет о выживании, о непростом выживании, о сложных экстремальных ситуациях. Но сначала по традиции, вот из такой фляжечки я выпью за ваше здоровье, чтобы у вас никогда не было сложных ситуаций в жизни, чтобы жизнь была ровная, хорошая, уверенная, чтобы вы жили счастливо. Так, я решил поставить по просьбам и, в общем, писем пишут. Видео, которое касается экстремальных ситуаций и видео, которое касается непосредственно, когда вам угрожает смертельная опасность, либо когда вы находитесь в зоне чрезвычайной ситуации. Что такое чрезвычайной ситуации? Давайте мы сначала их коротко разберем. И это первое видео будет про так называемый everyday комплект или то, что многие очень выживальщики или люди, которые себя позиционируют инструкторами по выживанию и по экстремальным ситуациям, они предлагают носить с собой практически. Ну, то есть, everyday – это каждый день. Ну, или там нас, да, или по-разному их называют. И вот я решил поставить цикл видео, несколько видео, собственно говоря, ну, из тех моментов, которые, в общем-то, я несколько консультирую или преподаю в ограниченной группе. Ну, давайте, кто я такой. Мне скоро 60 лет. Очень много я провел в Западной Африке, в Южной Америке. Я изъездил достаточно много в тропиках, экваторе. У меня было много в жизни ситуаций, когда мне угрожала смертельная опасность. Мне много раз в жизни, ну, много – это точно больше десяти – приходилось быть в супер-экстремальных ситуациях. И, в общем-то, ну, если кто смотрит мой канал, знает, что на меня было совершенно вооруженное нападение. И меня захватили, так сказать, бандиты вооруженные в масках в Киеве. Но мне удалось от них выбраться. И выбраться исключительно благодаря серому веществу и своей физической подготовке. Кто хочет, можете посмотреть мои остальные видео, которые касаются непосредственно боевым искусством, системе здоровья, клуб «Фантастика». Ну, и сейчас, поскольку я имел опыт еще и нахождения в африканской тюрьме или в яме, у меня был такой случай, когда мне было тридцать, тридцать один год, вот, меня спасли, в общем-то, французы, коллеги. Это отдельный разговор. Я путешествовал на машине шесть тысяч километров по Конго, Уганде, Гвинеи-Бисау, Гвинеи и, в общем-то, другим местам, где находились повстанцы или люди, которые, ну, эти самые, как обкуренные, под наркотиком, для которых белый человек есть источник наживы. И упустить белого человека – это упустить добычу. Ну, это примерно так, когда, где ООНовские машины, там, вот эти голубые каски, или как они их называют, которые там следят за какими-то моментами, там, мониторинг, на самом деле, они вот так вот, они боятся останавливаться на ночь, они базируются только в зонах. Мы ночевали, в общем-то, в условиях экстремальных. Это я не хочу сказать, что это палатка, но это хижины. Это была ситуация, когда вы чувствуете, что вам постоянно в затылок смотрят. И не всегда дорожеюбно, и когда у вас хотят что-то отнять. Но это коротко. Итак, сейчас я расскажу про вот этот вот Эвридей-комплекс, или как он называется, нас там, люди, которые ставят видео, и они ставят их, ну, многие, особенно молодые люди. Я приветствую это, наверное, это как бы правильно, вот, потому что жизнь у нас такая, что может случиться, как он, в Донбассе, на Украине, или там где-то еще, и может быть военный конфликт, может быть какой-то Чернобыль, и многое-многое, чем может случиться, не говоря уже про природные катастрофы. Но когда происходит катастрофа, вот тут как раз пригодится нас, или вот то, что вы с собой имеете, потому что это ситуация, когда вам приходится именно вживать. Но я сейчас постараюсь коротко не отвлекать ваше время, я просто скажу, что многие инструктора, инструктора там спецназа, люди афганцы, в Америке много ставят видео на эту тему, и когда рекомендуют с собой что-то носить или быть готовым. Я это приветствую, но иногда у меня многие вещи называют усмешку, особенно у молодых людей, которые таскают с собой там целые чемоданы. Не знаю, там я смотрел недавно видео, там мальчик один такой, ну не знаю, там вот такой чемодан, где я его постоянно таскаю, и что там только у него нет. Но для того, чтобы продемонстрировать, я вам сейчас покажу, что я рекомендую вам носить или быть как бы с собой, ну и в общем-то для того, чтобы вам более-менее выбраться из этой ситуации. Давайте сначала вот это видео коротко, я постараюсь вот те моменты, которые на мой взгляд важны. Дело в том, что ситуация, когда, вот давайте ее в целом, сначала мы от общего к частному пойдем, для того, чтобы вам порекомендовать конкретно что-то носить, я вот положил с собой, вот предположил то, что я сам, в общем-то, использую и что рекомендую. Но для этого я хочу разобрать ситуацию, чтобы вы сами поразмыслили. Потому что никто, кроме вас, лучше вас не знает, ну, не может предугадать или, там, как бы, просто прогнозировать ситуацию. Но что я бы рекомендовал в любом случае? Сначала, в первую очередь, вам нужны мозги. То есть вы должны сначала быть готовы. Вот я живу там в городе, в селе, там, я живу там многоэтажки, я живу там постоянно в разъездах, я там на электричке, на метро переезжаю и так далее. Вот что может случиться в такой ситуации, в такой ситуации, что мне больше всего пригодится. Ну, кто там недавно знает, в Москве, там, подземка, нужны было, там, электричество отключают, нужны были просто фонари, да. Вот я просто демонстрирую, маленький такой фонарьчик, его просто положить в карманчик. Это не большой такой, длинный, но он очень удобный, потому что он автономный. И вот на такой батарее. Ну, я просто это в качестве момента показал. Сейчас я не об этом хочу сказать. Давайте мы в целом поговорим. Итак, я бы разделил ситуацию на два периода, или как их называют, там, в МЧС, или в ситуациях, как это, чрезвычайных там ситуациях, по уровню опасности. Вот сейчас там вы живете, комфортно, спокойно, вроде ничего не предвещает, никаких угроз. Ну, тогда с собой нужно носить все по минимуму. Я имею в виду, носить это куда там. Вот вы пошли в хлебный магазин, или пошли на работу, или пошли за ребенком в школу, или там еще куда-то пошли. Это как бы вот, ну, какое-то отлучение от вашего дома. Дома, где у вас хранится все готово. У вас очень много всего. И вот вы вот это все с собой, конечно же, каждый раз таскать не будете, как вот мальчики, которые там видео. Я не буду демонстрировать, кто хочет там посмотреть, их много разных там. Разные выживальщики советуют. Я вот со своей стороны хочу сказать свое мнение и свое видео. Конечно, наверное, можно таскать с собой рюкзак. Но, наверное, не всегда он удобен. И я расскажу, для каких ситуаций. На мой взгляд, он мало пригоден. Первое, что. Вот уровень опасности. Да, вот вы должны знать, что у вас может быть период, или вы вступили в полосу, когда может что-то произойти. Ну, что может произойти? Ну, социальный, смотрите. Где-то вы находитесь, где там мигранты, например, их тысячи, вот они вдруг хлынули из Африки или из Сирии, откуда-то. И вот все, ваш район заполонили. Они там могут штурмовать магазины, насиловать там. Ну, я не думаю, асоциальные элементы, разумеется. Вот. И люди, когда находятся в стрессовой ситуации, они совершают совершенно неадекватные поступки. Чему свидетельствовать. Вот недавно совершенно там и Макрон, и все другие там говорили, каким образом они пытались там привести в себя вот тех людей, которые там мигрировали и которые находятся в таком возбужденном состоянии. Вот. Тем более, что уровень интеллекта, как правило, небольшой. Так вот, если вы находитесь в такой ситуации, когда может быть, например, природная катастрофа, вы ожидаете там ураган, тайфун или что-то еще. И что может произойти? Вот тут вы как раз должны соображать. Таскать с собой уже чемоданчик этот или не таскать? Брать с собой какой-то конкретный или не брать? Потому что если вы каждый день ходите там за хлебом, ну да, можно с собой что-то взять на всякий случай, что-то всегда с собой иметь. И таким образом, я хотел бы вот со своей стороны вот эту ситуацию таким образом спрогнозировать, что наступает период опасности. Вот вы сразу начинаете соображать. Что с собой носить, какой комплект. Дальше что? Значит, когда мне вот, или когда я смотрю видео, там многие очень носят с собой вот такие вещи, которые, например, в морозе, в ситуации, когда пошло, например, супер наводнение, когда, ну там, не знаю, цунами или прочее еще, а у нас планета не Земля, а вода на самом деле. И во время года, когда, например, холодно, то есть сыро, холодно, и пошли осадки большие, сплошные, пошел там сей или поток. Вот в этом случае, конечно, таскать с собой половину того, что там рекомендуют, ну, наверное, нецелесообразно. Просто это все не вынесет. Вы с этим утонете. Поэтому вы должны с собой носить только то, в тот период, что вам непосредственно спасет вас. Именно вот, или, ну, по крайней мере, вас выйдет в безопасное, комфортное состояние. Все абсолютно нецелесообразно. А если уж вы таскаете там с собой все, например, при наводнении, особенно, если это в позднюю осень, да, когда температура там под 0 градусов, и вы находитесь в холодной воде, то у вас все промокнет, все обсыреет, и вам половина из того, что там вот рекомендуют, вам просто не пригодится. Но есть вещи, которые вы, на мой взгляд, должны обязательно брать. Но сейчас я, опять же, говорю, то есть вы должны по сезону, по обстоятельствам быть готовы к тому, чтобы что-то носить. Вот что носить? Я вам расскажу свою точку зрения, которую я вижу. Прежде чем я ее расскажу, опять же, до конца, вот чтобы вы уже непосредственно посмотрели на эти предметы, которые я тут выложил, да, я хочу еще один маленький нюанс сказать. Он заключается в том, что те люди, которые прошли какие-то жизненные испытания, серьезные, они однозначно сделают вывод. Вы можете, конечно, пойти в магазин, купить хорошее, классное там снаряжение, одеться с иголочки, быть экипированным от и до, но есть такой фактор. Когда наступает катастрофа, как правило, правоохранители не работают, защиты никакой нету. Вот запомните, это очень важный момент. Наступает элементарный бандитизм, наступает эра или эпоха джунглей, когда люди, особенно с низкой социальной ответственностью, как говорят, да, и люди, которые агрессивно настроены, особенно если находятся под воздействием каких-то там психотропных, наркотических веществ, которые с низким социальным интеллектом и еще там, ну, находятся в такой возбужденном состоянии, вот, они, как правило, просто отнимают у того, у кого есть, отнимают себе. Вот это очень главный момент, о котором почему-то мало кто говорит. Я хочу сказать, что лично в моей жизни было много ситуаций, особенно в Африке, в Южной Америке, вот, когда у вас просто хотели отнять, отнять, именно вот просто отнять. И в этой связи я хочу сказать, главный аспект, у вас должно быть серое вещество, вы должны заранее прогнозировать, конечно, куда вам идти, что вам делать и каким образом вам защищаться. Но у вас должна быть сила, вот просто сила. У вас должно быть знание, каким образом вы дадите отпор. Потому что отнять у вас, это будет первая задача, особенно тех, кто агрессивно настроен или кто имеет немножко другой менталитет. Вот это самая главная опасность при выживании. В ситуации, когда есть огнестрел, когда есть там калаш или когда есть там пистолет, я ее убираю, потому что те, кто будет вооружен, естественно, они будут на два порядка выше, у них больше возможностей. Конечно, они много больше защищены. Те, кто вооружен огнестрелом или каким-либо другим оружием, там, огнеметом, еще чем-то там, какими-то шокерами и так далее. Конечно, ну, вы же собой это носить не будете, правильно? Но защищаться против этого придется в первую очередь во время ЧП, ситуации, катастрофы. Потому что будет сразу отсутствие правоохраны, то есть правозащитная система не работает, закона нету. Поэтому все будут поступать так, как кто воспитан, кто какие принципы. И, естественно, люди, объединенные в банды или объединенные в какие-то сообщества, не хочу назвать преступные, они будут доминировать. И вот ваша задача выжить в этих условиях. В этой связи давайте вот коротко я скажу, что моя личная стезя или мое правило, что вы должны носить то, что вас спасет в ситуации, когда закон бездействует, когда человеколюбия практически нету, когда существует закон джунглей, и когда, в общем-то, у вас любая какая-то прогнозная ситуация, она связана в первую очередь с агрессией со стороны двуногого существа. Вот. Вот в этих ситуациях вы, имея шикарное снаряжение, но будучи неподготовленным физически, не зная всех, как первые ловушки, которые могут делать там банды, которые могут быть преступные сообщества, они делают специально какие-то ловушки. Но я не хочу сказать там про целую кучу фильмов, когда говорят, иди туда, там вот сухо, хорошо, а там на самом деле заподняй, вас просто распотрошат и так далее. Поэтому я в таких ситуациях был, я знаю, что это такое, поэтому в данном случае я хочу сказать, что вы должны в первую очередь спрогнозировать и выбрать такую форму маршрута, защиты там, которые вам помогут избежать вот такой формы, скажем, такой-такой стороны, такой грани катастрофы. То, что случилось там в 14-м году в Донбассе, когда банды, совершенно банды, я почему говорю, издевались зверски, издевались над девочками, семьями, грабили. Это я говорю со стороны тех людей, которые там были, которым удалось выжить. Это я говорю в наше, вот как бы спокойное время, то, о чем мало говорят. Ситуация, когда вы находитесь в Африке, или когда у вас там находитесь вокруг враждебного совершенно, ну как бы населения, которое у вас хочет что-то отнять, открутить, вот в этой ситуации вы должны быть соответствующим образом экипированы. Я предпочитаю не говорить о новых вещах. То есть, чтобы у вас вещи, вот если они такие шикарные, видите, да, прекрасный рюкзак, там какой-то фирмы, вот он новый, у вас его попробуют отнять, и все, что там, у вас отнимут. Это первое, что я говорю. Поэтому форма одежды, внешний вид ваш не должен быть, грубо говоря, золотником, среди там ржавого металла. Он будет привлекать внимание. Вы должны быть одеты, экипированы таким образом, чтобы вы были максимально несладкие, нежелаемые для тех людей, которые сильнее, или которые вооружены, которые вас хотят это отнять. Это первое правило совершенно. Это мой колоссальный опыт, Африки, Америки, Южная и так далее. Ну и, собственно говоря, то же самое будет происходить во всех мегаполисах в случае катастрофы. Все люди неправильные, криминальные, они будут просто отнимать это все. Поэтому задумайтесь с этим аспектом. Сейчас я хочу перейти к другому важному очень моменту. Я постараюсь вам рассказать ситуацию, но, может быть, это уже будет следующее видео, когда я сакцентирую на тех моментах, которые вам точно будут пригодятся в любых совершенно прогнозных ситуациях и в любых совершенно климатических условиях. Это мой опыт. Но я перед этим хотел бы сказать такой очень важный момент, что нужно обратить внимание на фактор непосредственно вашей физической подготовки. Вот если ваша физическая подготовка слабая, она не может соответствовать даже среднему уровню противодействия или защиты, то говорить о том, что вам нужен будет комплект выживания и он принесет пользу, очень малая вероятность. Это мой лично опыт. Дальше. Вот теперь следующий блок, я хочу сказать. Дело в том, что многие очень там имеют достаточно много инструмента и тулы и так далее. Вы что собираете в своем выживании? Я задумываю вопрос. Там ремонтировать машины или что-то делать? Конечно, они нужны будут там вскрыть дверь или там что-то еще. Но для того, чтобы там пройти в дверь, особенно если она там каким-то образом, вам нужен просто простой кувалдометр. Второе, что... Значит, дело в том, что когда ситуация становится критически опасной с точки зрения, например, нападения на вас, да, там возможного нападения, конечно, то вы можете всегда найти палку, вы можете всегда найти какой-то камень, вы можете всегда взять ну что-то такое, что под рукой валяется везде практически. Даже там, не знаю, в пустыне там горсть песка, которую вы держите в луке, если что, вы в глаза там кидаете. Вот, а люди там вооружаются какими-то неимоверными там стиками, дубинками, которые вас в случае, если, опять же, вы попадете в воду, вы просто с этим всем утонете, вас это потянет на дно. Поэтому вы должны быть всегда сориентированы на то, что у вас должно быть как можно меньше, соответственно, всего, но понятно, что мне КамАЗа, наверное, не хватит для того, чтобы я там где-то вышивал. Лучше иметь с собой все то, что КамАЗ там или танк какой-то едет и все, вы спокойненько идете. Тем не менее, я просто говорю свой опыт, что можно иметь различные там ножи совершенно, вот различные ножи. Можно иметь там, ну, обязательно, конечно, лучше иметь такой вот лекторинус или нож, который мультифункциональный. Я всегда говорю, что ножей мало не бывает. Это мое кредо. Я всегда говорю, что их нож, если я сейчас начну таскать вот такой нож, ну, конечно, хотя в Германии уже вот к такому ножу полицейские могут придраться, если вы находитесь в зоне какого-то социального напряжения. Вас просто они пропустят. Я говорю только то, что я знаю. Вот. Поэтому любые ножи, особенно вот такие, конечно, они предпочтительны при любой там форме выживания. Или вот такой вот классный, да, вот он так под дерево сделан, его не видно, он как палочка, я ношу с собой и все, да, или вот такой вот тесак, да, очень хорошо. Но это постоянно его не поносишь, хотя в случае выживания он вам абсолютно пригодится. Я сейчас, почему я делаю акцент вот сейчас просто маленький, потому что во время ситуации, чрезвычайной ситуации, во время наступления катастрофы у вас в первую очередь должны быть элементы, которые позволят вам или вашим близким как бы решить медицинскую проблему. Потому что, ну, мой лично опыт, да, можно с собой там все нести, там, рюкзак нести и все, вот. Но малейшая рана, элементарный вывих, там, неправильно оступился, неправильно упал, вот это приводит всегда к фатальным последствиям. Вы либо не сможете убежать, вы либо будете постоянно находиться в нервном стрессе, когда вы не будете соображать из-за того, что у вас имеется сильная боль из-за того или иного ушиба, раны, ссадины. Вы не сможете, например, идти, если у вас не будет там элементарного средства остановить крови. Ну, вот так получилось, что много, совершенно, ну, то есть 80-85%, 90% ситуаций, связанных с какими-то катастрофами, они для многих несут какие-то медицинские проблемы. Начиная от элементарной ссадины и кончая с серьезным какого-то, ну, понятно, что при серьезном каком-то там ране, при серьезном каком-то там медицинском, не знаю, там, поражении, вот для этого, конечно, нужна уже скорая помощь, там, хирурги, врачи, вот. Но если это в силах самолечения или самопомощи, вот тут вам в первую очередь не помогут никакие там рюкзаки, там совсем, вам нужно знать, каким образом установить кровь, каким образом преодолеть вот ту небольшую, и для этого, для этого, конечно, можно носить там, вот, целую там хирургическую аптечку со всеми прибамбасами, но вы должны иметь элементарные вещи, которые позволят вам остановить, решить эту проблему, связанную с вывихом, связанную с раной, связанную, и вот я тоже покажу, что, на мой взгляд, элементарно носить. Ну, чем меньше компешт, чем компактность, тем лучше. Ну, на этом я вот сейчас закончу это видео, а следующее я уже покажу, непосредственно, вот я выберу прямо, чтобы я рекомендовал вам для постоянного или повседневного ношения. Ну, смотрите следующую серию, кому интересно. Я хотел бы сейчас конкретно сакцентировать ваше внимание на, как бы я сказал, вот так, реперных моментах, вот по каждому блоку тех элементов или тех, ну, скажем, вещей, которые, я считаю, должны быть в случае, если наступает какой-то такой вот социальный конфликт, ЧП, катастрофы и так далее. Понятно, что если вы находитесь вблизи своего дома, то вы всегда придете домой и всегда сможете что-то взять. Но бывают такие ситуации, когда дом разрушен, или полуразрушен, или он непригодный, и вам нужно с собой иметь что-то, что вам поможет выжить. Вот для этих случаев, или там вы находитесь где-то там, не знаю, в проезде, в каком-то там, не знаю, далеко от дома. И вот этот вот нас, который там рекомендует, или как там ежедневный там комплект, вот разные люди рекомендуют свои какие-то вещи. Я практик, поэтому я хочу вас обратить, обратить ваше внимание на те моменты, которые я вам обозначил. Они очень простые. Когда у вас главная опасность, это то, что у вас могут отнять, чисто физически. Вот. Второе, это то, что у вас происходит какая-то травма, ссадина, или вы перемещаетесь, и у вас вот такая обстановка, когда у вас есть там, катастрофа, есть какая-то проблема медицинского характера, есть опасность. Вот это, по-моему, главное. Поэтому я вот сейчас хочу сакцентировать внимание. Понятно, что все даже, что вот на этом столике лежит, и там под столиком лежит, вот, это все достаточно много. В зависимости от ситуации, я беру с собой что-то, ну, по-ниимому. Но давайте пойдем по порядку. Что я считаю важным, особо важным, в принципе, много очень моментов, но я считаю важным иметь с собой алкоголь. Да, вот смотрите, вот это вот, ром стоит, ну, все, что свыше, там, сорока градусов. Лучше, конечно, только так, чтобы это горело. Вот у меня такой комплект из экспедиции, вы знаете, есть такая фляжечка, вот она со спиртом, вот ее вот так вот одеваешь на ней, и она у вас всегда с собой. То есть, пряжечка, вот эта, вот с этим, вот с этой фляжкой выполняет функцию ремня, и выполняет функцию, как таковую, алкоголя. Ну, алкоголь для чего? В первую очередь, для дезинфекции, для того, чтобы продезинфицировать что-то, раму, например. Перейдем дальше, вот к этой проблеме, которая касается медицинской части. Бинт, вот такой бинт, или платок носовой, да, но вот этот бинт очень удобный, потому что он такой липучий, и он пропускает воздух. То есть, вот я сейчас не буду, не вижу, как его раскрыть, но, в общем, смысл такой, что этот бинт, он достаточно удобный. Так, я тут не вижу, ну, вот он, так вот. Но я не буду его раскрывать, для того, чтобы это самое, не пускай он так и будет. Вот, вот этот бинт, да, вот такой он, липучий, накручивается. Теперь, то есть, очень просто, вы получили ссадину, получили травму, получили какой-то, не знаю, порез случайный, там, от стекла, еще от чего-то, что я с собой всегда считаю нужно вносить. Это, алкоголь, протерли, да, там, платочком, или вот, любой, да, протерли алкоголь, продезинфицировали. Дальше, у меня есть прополис, но вот это много, это, не знаю, на целый взвод хватит. У меня есть маленький, вот здесь вот, я вам могу показать, вот у меня такой вот, в комплекте, тут, пластырь, и вот здесь вот прополит. Вот он всего, на всего, вот такой вот, вот видите, вот он, небольшой, вот этот вот, такой вот, не флакончик, а контейнер, да, и он очень хорошо заживляет раны. Вот если его расплавить, спичками, да, расплавили его где-то, еще можно его растворить, вот, в какой-нибудь там емкости, типа там ложечки, любой емкости, вот даже прыжка, крышки, и залить раму. Его хватает на очень много, вот этого хватит на очень много. Замотали конкретно бинтом, или, например, скотчем, или пластырем. Вот это вот, это незаменимая, важнейшая вещь. Вот, пластырь, скотч, и прополис. Вот это дезинфекция рам, причем даже достаточно глубоких рам. Я не буду показывать, там у меня бывают раны разного характера, ну, например, вот там, когда я ногу обрезал, короче, на пятке у меня большая рана, и она вообще долго очень не сживала, потому что хожу постоянно, но вот с помощью прополиса, и разведенного в спирту, я, в общем-то, хорошо очень спасался. Дальше что? Я, раз уж коснулся, вот, медицинской части, потому что, это, в общем-то, такая вещь, очень необходимая, то вот в качестве жгута вы можете использовать, например, бандану. Она очень удобная на все случаи жизни и для защиты, и для ношения на голове, то есть в том числе, и даже как маска, да, то есть вот, в принципе, если задымление или какая-то необходимость скрыть свою физиономию, то вот я через нее прекрасно все вижу, вот я могу все взять, я все вижу, меня не видят, а я вижу. И в то же время это и хороший, очень защитный головной убор, ну, относительно хороший, ну, плюс это, конечно, рана. Что касается медицины, я не буду сейчас акцентировать внимание, да, конечно, еще, что касается медицины, нужно иметь всегда с собой вот такие вот перчатки, их, в принципе, много, он рано совершенно, да, но резиновые перчатки, если вам нужно оказать помощь, у кого-то течет кровь, вы сами понимаете, что если вы будете кому-то оказывать при каком-то ЧП помощь, то попадание чужой крови в вашу кровь, оно может привести к очень фатальным последствиям, и, в принципе, вы спасете другого, но можете погибнуть или заразиться сам, и, в общем-то, все пойдет совсем другим путем, поэтому нужно иметь с собой средства дезинфекции, таковым я считаю презерватива, вот у меня для презерватива есть несколько, много очень видео, где я хвалю и говорю, что это бесценная вещь, это просто вещь, которая имеет очень много функций, и поэтому вы можете презерватив использовать и как жгут, вы можете его использовать и как контейнер для воды, и в очень разных, совершенно медицинских случаях. Я знаю случаи, когда человек использовал их в качестве для одевания на два пальца руки, чтобы вытащить какую-то, ну, очистить траву другому пострадавшему, поэтому, вот это, что касается медицинской части, и посмотрите, сколько всего занимает это место, то есть, вот у меня небольшой такой пакетик, он, ну, относительно влагонепроницаемый, тут лежит вот ватка, жгутик небольшой и прополис, которого мне хватает, ну, не знаю, насколько это, вот этого прополиса, мне лично, вот такого маленького контейнера, мне хватает на очень долго, ну, по крайней мере, на 2-3 экспедиции при наличии там каких-то серьезных ран. Вот это вот, такого вот, это очень много, вот этот вот прополис, это очень много. Ну, дальше, что я хотел бы ассентировать ваше внимание, относительно много. Поскольку речь идет о безопасности, то я бы рекомендовал следующее. Вот, я считаю, что, когда вы защищаете жизнь свою и защищаете жизнь других, то вот такое вот зеркало, особенно которое выдвигается, оно крайне необходимо. Почему? Потому что немалое число, по крайней мере, я говорю, реальное событие, даже вот из своей экспедиционно-путешественнической жизни, когда вам нужно там посмотреть так, чтобы вас не заметили, там, не знаю, в каких-то случаях. и при ЧП, при, особенно во всяких ситуациях, когда вокруг вас находятся агрессивно настроенные банды или люди, вам нужно иметь вот такое, чтобы вы могли посмотреть вот так вот, не выходя, не обозначая себя, находясь в укрытии, находясь за углом, или находясь там даже в подвале, где-то в каком-то месте, где вам лучше не высовываться. Особенно, если там, я не говорю про снайперов, про обнестрельное оружие, но вот такая вещь, на мой взгляд, очень необходима, она у меня присутствует везде, во всех моих путешествиях, в целых, рады обстоятельств. Дальше что? Многие, да, еще что я хотел сказать, очки, очки, ну, не буду говорить про там, их пользу, но дело в том, что когда происходит какое-то ЧП, особенно, которое связано там с какими-то катастрофами в цивильной среде, даже вон, пыльная буря, вот, естественно, если вы лишаетесь зрения, в силу там, там вот, обвалилось здание, попала пыль, или пошло какое-то облако, или там, какой-то, не знаю, ветер разносит, то защитные очки, особенно, если вы имеете скотч, если вам необходимо, то я говорю уже про свой опыт, в Мавритании, то вы можете скотчем заклеить, да, и таким образом пыль практически к вам не проникнет, да, там, нужно, чтобы хоть какое-то проветривание было, чтобы у вас не запотевали стекла, но, тем не менее, вот, глаза, понимаете, что лишившие зрения, вы практически становитесь беззащитными, ну, про спички, там, зажигалку, это элементарные вещи, которые нужны, что я еще рекомендую, я рекомендую иметь сигнальные фонари, ну, хотя бы, например, вот такие, да, вот они простые, они велосипедные, они мигающие, они имеют такую вот оболочку защитную, ну, относительно водонепроницаемые, почему, потому что в момент выживания, если вам нужно конкретно найти человека или самим себя обозначить, то нужно иметь не столько камуфляж, потому что многие вот выживальщики, они все в камуфляже, потом, когда они теряются, или там с ними что-то происходит, человек сознание, дай бог, теряет, или где-то он там ползет, а ему нужно, а у него ничего нету такого, чтобы его обозначил, поэтому я рекомендую, вот, не такие вот рюкзаки, такие рюкзаки-то хороши, вот, камуфляжи, но обязательно иметь рюкзаки, которые имеют вот такую сигнальную материю, которая очень хорошо видна, и которая может быть скрыта, например, у меня вот есть чехол, который одевается на этот самый, ну, вот чехол лежит, я на него одеваю, и он становится незаметным, камуфляжным, чехол темного цвета, вот, камуфляжный, но самая важная функция, одна из важных функций, это, наоборот, обозначение себя, вот, вы должны как-то, особенно, там, в затымленном, в тумане, ночью, вот, вам нужно как-то себя отметить, как-то себя, наоборот, сигнал подать, или, например, дать даже сигнал опасности, например, вы идете, грубо говоря, выживаете в каком-то агрессивной среде, и вот, ваш фонарик, если там, положим, дадите, вот, сигнал, какой-то там, связанный, например, с миганием, это значит, что опасность, простой сигнал, это все нормально, вот, а сигнал, который связан с, миганием, все это опасно, ну, к примеру, и вы подали этот сигнал, все, уже ваши, там, как это называется, соратники, они уже знают, что, вы попали, там, в какую-то, опасную, обстановку, так, не знаю, чем не выключается, в общем, вот, вот так, о, все выключил, вот, поэтому я считаю, что это обязательно нужно иметь, в отношении фонариков, фонарики, да, вот, я демонстрирую вам, вот, я считаю, вот, такие фонари, очень эффективны, они маленькие, компактные, их очень просто с собой взять, света, они, поверьте мне, дают достаточно много, вот, особенно, когда, ну, полная темнота, и они автономные, то есть, они не занимают много места, большой фонарь, ну, наверное, тоже удобно это иметь, но, я не сильно это советую, теперь, таких нюансов, которые я считаю, нужно иметь, нужно иметь, обязательно, какую-то пищу и бумагу, вот, потому что, очень часто, лично у меня была ситуация, когда нужно оставить какую-то записку, тем людям, которые идут за мной, или тем, кому-то, то, ну, что-то написать, или что-то передать, а вам нужно дальше уходить, или, у вас нет времени, или вы потерялись, и так далее, вам нужно написать что-то, поэтому, всегда нужно иметь с собой бумагу, что я еще хотел сказать, значит, игла, вот у меня игла и пинцет, это, кстати, относится и к медицине, и к другим, хозяйственно-бытовым моментам, игла хорошая, такая, вот пинцет, вот эти две вещи, которые лежат у меня, вот, ну, в таком вот чехле, это очень важное, очень важно, потому что, когда у вас происходит, там, ну, вам нужно вытащить, ну, какую-то занозу, какой-то осколок стекла, или другое что-то, вот, без пинцета, никак, абсолютно, он очень сильно поможет, поэтому, это, на мой взгляд, очень важно для НЗ, теперь, что касается ножей, или что касается обороны, ну, я уже, у меня есть много видео, я там ставил много видео, по поводу своих, значит, конечно, очень хорошо иметь вот такой консервный нож, да, он очень удобный, пистончик положил, но даже вот такой вот нож, ну, например, я говорю в Германии, да, он полицейскими, ну, если прямо сказать, не то, что не приветствуется, а это уже может послужить задержанием, или может послужить каким-то, каким-то проблемным моментом, ну, я имею в виду, что вы находитесь в мирное время, но сейчас вот до того момента, когда вам он пригодится по какому-либо защитному назначению, вы находитесь в установке, когда правовая система действует, поэтому вот с этим назом, вот понятно, что не с таким ножом, не с таким, ну, с таким еще кухонным, еще куда не шло, я там как турист могу ходить, да, с таким ножом практически с викториносом проблем нет, вот, ну, хотя бывают ситуации, там, на массовой милиции в России, Германии, вас не пустят, более того, вас могут задержать, вот с таким даже ножом викторинос, это уже реалии, да, а вот, я хочу сказать, вот такая вот крышечка от сковородки, вот, поверьте, нигде не имеет никаких претензий, но она становится мощнющим оружием, мощнющим оружием, если вы ее вот так вот одеваете, это уже как костер, но ни один полицейский, ни один правоохранитель, там, таможенник, никто к вам не придется, если вы в кармане, или там на брелке часов, носите вот такую вот ручечку, просто ее носите, говорит, а это вот я там баночку там открываю, еще что-то, она не имеет никаких ограничений, это вам поможет, по крайней мере, очень быстро, каким-то образом среагировать на какую-то агрессию. Что я еще хотел два момента сказать, понятно, что все предусмотреть нельзя, но вот вы видите, у меня вот этот столик, из этого столика я практически на себе, ну, смотрите, вот практически, да, пластырь, прополис, маленький бинтик, кармашки, здесь или здесь, презервативы, любой карман поменьше, ручка и одновременно, та же функция, видите, функция магнида, да, мало ли что там нужно, соринку из глада вытащить, или, плюс зеркало, плюс ручка, да, вот я могу ее повесить, и все, она мне пригодится. Фонарик какой-то один, ну, вот один из этих фонарей, вот у меня тут их много, да, вот один из этих фонарей, он не имеет никаких проблем, со мной быть всегда. Баночка воды, вот такая складывающаяся, да, которая там легко, куда-нибудь там в микро рюкзачок, или даже подвесить, вот, перчатки, понятно, что лучше иметь еще какие-то нитки, там, для того, чтобы что-то зашить, включая вашу кожу. И, последний момент, что я рекомендую? Я рекомендую носить вот такую надувную подушку, вот такую, или такую, вот, вот любую. Почему? Они имеют очень большую, многофункциональность. Вот это, во-первых, просто надувная подушка, вы можете положить там под голову, в холодное время, на ней посидеть, чтобы не мерзло ничего. Вот, второе, что она может иметь защитную функцию, если вы ее там положим под курточку или под копточку оденете, то любой удар, даже если вам с чего-то там прыгать приходится, или где-то там какие-то моменты, которые связаны там с, ну, кубарем катиться, то на спине, на груди, на попе, на колени, она поможет. Обмотали скотчем, прыгнули на больную ногу, и вам уже проще. Это плюс при, в любом рюкзачке, в любом, не знаю, подвале, она вас спасет при наводнении, при том, когда нужно преодолеть какое-то водное препятствие. Функции, также это, отрезал ее и контейнер для воды, если уж на то пошло. Ну, и так далее. Поэтому, я вот продемонстрировал, как бы, свои небольшие мелочи. Я дальше в других видео коснусь более серьезных вещей. У меня тут еще что лежит? У меня лежит еще тут дождевик, но я считаю, что это очень хорошая вещь для многих функций. У меня лежит здесь вот, ну, это как бы москитная сетка, вот москитная сетка. Для тропиков это незаменимая вещь, но она очень большая, это на целую группу. Если вдруг вам нужно где-то быть в тропиках, либо в тайге, то без москитника тяжело. Хотя бы вот 2-3 вот таких вот материи, салфетки, и вы делаете себе кокон на голове и спокойно перемещаетесь. Остальное все я расскажу в следующих видео, кому это интересно. Но вот мой повседневный комплект, да, конечно, еще желательно иметь золото с собой. Одну-две золотые монетки или там золотую цепочку или что-то еще. Потому что золото это будет единственным эквивалентом при каких-то катаклизмах, когда вам нужно будет, ну, например, на паром пересечь речку какую-то, а туда никого не берут. И люди, которые владеют паром, не берут ограниченное количество людей за что-то, за какую-то плату. Деньги не ходят, ничего не ходят, только будет ходить что? Золото, еда, какая-то, наверное, алкоголь или что там, что будет цениться. Но на всякий случай, хочу сказать, что золото во все времена, при всех катастрофах, оно имело определенный вес. Поэтому две-три монетки они вам не помешают. Ну вот это как бы коротко все, что я хотел бы сказать со своей точки зрения. Следующие мои видео будут более серьезные. Кому это интересно, пишите, и смотрите. Всего вам доброго. Будьте сильными. Запомните, силу уважают всегда и везде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!